Анапу ежегодно выбирают миллионы туристов. Курорт динамично развивается. Рост объемов в санаторно-курортной отрасли за минувший год более 15%. Однако есть потенциал, связанный с водолечением. В администрации муниципалитета предлагают принять на краевом уровне программы по продвижению больного грязевых курортов Кубани. Еще одна отрасль с высоким потенциалом – виноградарство и виноделие. К 2020 году производство должно превысить 21 тысячу тонн винограда. Приходят крупные инвесторы. А это означает, в том числе, новые рабочие места. Действительно, за столько короткое время смогли найти самые точки роста, о которых мы говорим, в сельском хозяйстве Анапы. И действительно, вот пошагово сегодня есть программа, по которой они работают. Это направление, оно в Анапе как раз-таки самое перспективное. И если, конечно, оно продолжает такую поддержку, все будет, думаю, что действительно в рамках именно указа президента, который есть по этому направлению. Социальная сфера также развивается. Идет строительство детских садов, есть проекты, связанные с реконструкцией уже действующих дошкольных учреждений. Начато проектирование школы в микрорайоне Горгипе на 1550 мест. Ее планируют сдать в 2020 году. В школе номер 6 возведут новый корпус на 400 мест. Глава курорта Юрий Поляков обратился к краевым парламентариям с просьбой содействовать в передаче муниципалитету бывшего здания РГСУ на улице Тургенева. Это фактически готовое образовательное учреждение. Стоит здание, четыре этажа, где свободно можно сделать школу. То есть оно не занято? Оно не занято. Пустое, они не работают все. Это храняется? Ну, конечно, да. Поэтому, если есть какая-то возможность дать нам поддержку в этом плане, администрация знает, там все знают, но надо как-то ускориться. Хорошо, хорошо. Финансирование проекта по формированию комфортной городской среды в Анапе идет согласно графику. До конца года завершат благоустройство в шести дворовых и одной общественной территории общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На 2019 год запланировано благоустройство еще четырех дворов. Выражаю всем вам, дорогие друзья, слова искренней признательности за постоянное внимание кубанского парламента к нашему городу-курорту. За серьезную поддержку, которую, я уверен, ощущают все анапчане. По итогам депутаты краевого парламента пожелали главе курорта Юрию Полякову и его команде сохранять динамику развития муниципалитета. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.